Шеф-повар из народа Все будет хорошо, хорошо, хорошо Все будет хорошо Прямо сейчас это теплая и уютная студия Вновь превратится в арену страстных сражений Где две команды бросают вызов привычным границам в искусстве готовки Это шоу «Народный повар» и я ведущий Герман Титов Поехали! За выход в полуфинал сегодня будут бороться Друзья из Минска Светлана Воробей и Егор Кириченко Против них выступит семейная пара из города Поставы Юлия и Александр Татарчук Они внимательно следят с первых минут нашего шоу за всем Наблюдают за каждым действием на кухне Разбирают готовые блюда на молекулы Наши эксперты Шеф-повар Антон Калени Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции Глава белорусского альянса поваров Слоу Фуд Единственный шеф-повар в Беларуси и первый в СНГ Который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров Фермер Андрей Абрамов Белорусский ковбой, фермер и хозяин хутора в Брославском районе Строит деревню 21 века и производит там деревенские натуральные продукты в замкнутом цикле Первый и пока единственный в Беларуси владелец личного подсобного хозяйства Получивший сертификаты соответствия на органическую продукцию Я надеюсь, что сегодня будет максимально интересное судейство Потому что третьим экспертом станет человек Который буквально недавно, так же как и наши участники Стоял у плиты, переживал, волновался Пытался поразить своим кулинарным талантом этих строгих, интересных мужчин Очаровательная финалистка третьего сезона проекта «Народный повар» Ведущая кулинарной рубрики на телеканале ОНТ Ашхен Погасян Ашхен, рада тебя очень видеть Как настроение? Настроение отличное и вдвойне меня радует то, что я в этот раз здесь не в качестве игрока, участника, а в качестве эксперта Это сложнее, как ты думаешь, будет или легче? Я думаю, не легче, естественно Не легче будет? Нет, нет Ну, конечно, надо высидеть столько времени там Я думаю, в хорошей компании это будет проще А, ты думаешь, в хорошей? Да, отлично Ну, тогда другое дело Да, кстати, вот ты помнишь свои чувства, когда ты была здесь участницей за столом? Ну, конечно Свои-то волнительные, какие они были? Я думаю, как и у наших сегодняшних участников, есть волнение, без него никак Ну и чувство, хоть маленькое, но чувство соперничества Обязательно Без него тоже победить никак Конечно Правильно? Конечно, да Ну все, мы тебя очень долго ждали Спасибо Занимай свое почетное место среди этих ребят Ой, все, все на местах, я спокоен Светлана, Егор Ну, вы светитесь просто Очень рада вас видеть Благодарю, благодарю Это взаимно Знаете, когда уже видишь своих людей Как говорила одна известная российская Мои люди Вот, когда видишь твоих людей, да, рядом Улыбающихся, уже заряженными Такими Мне уже тоже спокойно Уже спокойно С чем пожаловали к нам? Сегодня я очень хорошо подготовилась Мы много раз спрашивали про мою малую родину И я просто не могла вот это вот сегодня не взять с собой Кусочек малой родины? Да, обязательно Ага Вы спрашивали, чем славится наша родина Поэтому у вас, вы тоже можете прикоснуться к моей родине Я могу только Я уже держу У меня один вариант только есть Книга Чем славятся старые дороги Книгой Книгой? Конечно И людьми И людьми А, и людьми Это от души Это такой душевный очень подарок От кого? От кого это конкретно подарок? От кого? От земли, стародорожской Давайте подарок сюда Держите Кстати, вот вышел прошлый выпуск Это, я хочу сказать большое спасибо Это достойно просто аплодисментов Хорошо, что здесь безымянный пакет Я хочу сказать огромное спасибо создателям программы Потому что на самом деле Когда вышел первый выпуск Это было событие для моих соседей То есть они собрались, они ждали Они смотрели этот выпуск в старых дорогах И потом еще обсуждали То есть спасибо вам большое Это так объединяет И это было очень душевно Спасибо Вот, соседи Всем привет Устраиваемся поудобнее Сегодня будет еще жарче Еще интереснее Пришел в этот раз к вам с подарком Вы в прошлый раз, я помню, мне подарили свой подарок Так На самом деле Благодарю Если в прошлый раз это были мужские аксессуары Сейчас это женские Поэтому топите сердца своих любимых Это уникальные шелковые твили Шарфики Я уверен, что у самых красивых девушек Нашей страны должны быть такие аксессуары Чудесно Смотрите, как красиво расти Ну да Герман, Герман Спасибо, спасибо большое Нюхаю, оцениваю И желательно здесь какой-то, чтобы аромат был Хорошо Вот вы сюда свой аромат и оставьте Ну, а мы свой Кстати, я еще подарила тоже для нашей прекрасной гости Цветок Вот у вас луна А вот у нашей гости цветок тоже волшебный Я волшебный художник И это тоже на удачу Спасибо большое Немного волшебства Да, можете посмотреть Чудесно А поаплодируйте нашим гостям Молодцы Молодцы Все творчество сегодня здесь Доброе утро Доброе Вот лучезарные люди Все И везде, и в инстаграме они улыбаются И у нас на программе лучезарные Мы к вам приехали не с пустыми руками На прошлой передаче мы были с детьми Верно Для детей это нанесло огромный отпечаток Хороший, хороший Хороший Да, и они в этот раз просили Но тут не совсем получилось Но они передавали вам свечи своей работы Ручками своими делали Мы занимаемся пчелами И это натуральная овощина Пахнет, очень пахнет Да, для Алены хотим преподнести подарок Это человек, который делает здесь нам атмосферу Да, очень хотелось Дети обожают Алену, ее творчество И передавали тоже свечку ручной работы И такого котика Да, Герман, вы тоже, пожалуйста, распакуйте Мне ходят побольше Мне ходят побольше, да? Аккуратно, только там дни Послушайте, да Две творческие личности Часто выступаете Устаете, естественно же А у кота такое есть прозвище Лайдак Лентяй Лентяй Ну, он лентяй Ну, чтобы вы чуть-чуть Бывали лентяями, знаете Чтобы можно было отдохнуть Так это же великое искусство Бывали лентяй Вот, Саша, передай, пожалуйста Дарите сами Дарите Да, давай А у наших жюри Да Индивидуальные Антон, вам Так Вы же ложки коллекционируете, так? Это ложка для кваса Да, я знаю И такой форма для выпечки Это сосуд Он можно выпекать в печи Глиняный, да? Глиняный, да Он уже обожженный Обожженный все Да, да, обязательно Для нашей гости Класс Это сольничка Спасибо большое Когда запекалась Она запекалась в молочной кислоте Натуральной И поэтому она имеет Такой необычный цвет Уникальный Ну, естественно Андрею Михайловичу горшочек Во-первых, чтобы он всегда был полон И чтобы ему жена Обязательно готовила Самые вкусные обеды в печи Герман Я открыл тоже Да, он чуть-чуть Такой поплотнее Посоли Он посоли Ну, не чуть-чуть Это прям я Да После отпуска Он обязательно такой же И также сольничка Ну, чуть поменьше Классно Если вдруг будет Жюри Маловато соли То Герман Может вам всегда Подсолить Его точно можно ждать всегда И без сольнички Спасибо огромное Спасибо участникам Спасибо большое Молодцы У нас новый этап, друзья Новое правило Пора напомнить Если вы вдруг забыли Правило Четверть Финал Команды по-прежнему готовят Из одинаковых ингредиентов Которые заранее им неизвестны Но теперь участники Обязаны использовать Все продукты из корзины На приготовление двух блюд У них ровно 45 минут Оценив вкус, подачу И технологию приготовления Эксперты шоу Определят полуфиналистов И передадут конверт С их именами В конце программы Ну что, осталось посмотреть Какие же продукты Мы сегодня подготовили Итак, это Яблоки Яблочки Капуста белокочанная Бананы Спагетти Спагетти у нас Пастораль Фарш мясной Какой свиной Мясной фарш У нас, да От Гродненского мясокомбината Так, что еще? Я так понимаю Это соевый соус Верно Томатная паста Верно Уже понюхали корицу Корица Сыр Сыр Адыгейский Адыгейский, да Мука А, бананы говорили Да, все Здесь мы уже все Вроде бы все Как всегда Все есть И, конечно Всегда у нас на столе Молочка от бабушкиной крынки Пользуйтесь обязательно Специи И, в общем-то, как бы И да Обрадовалась Потому что не стейк Не какое-то сложное мясо Ну, фарш это всегда Просто приготовить Порадовала, что В продуктовой корзине Был свежий фарш Замечательно, что была капуста И, очевидно, молочка Было очень странное сочетание Капуста и макароны И это, наверное, и смутило Продукты такие обыденные И которые нам нравятся В принципе, фрукты Когда увидела фрукты Сразу поняла, что буду готовить Такой набор продуктов в корзине С которого можно приготовить много чего Но об этом надо очень долго думать А когда надо сделать это за минуту Мало приходит на ум Каких-то интересных идей Время вышло Кто был первый? Кто? Вот вы были, по-моему, первые Чем будем удивлять? Ну, конечно же, энергетикой Ну, и на этом и Энергетик Это же главное Вот с каким настроением готовят Согласен с вами И даже вот люди восточные Они утверждают Что не нужно смотреть ни Ютуб Ни какие-то разговоры вести По телефону неприятные новости обсуждать Надо вот именно настроиться Это такая медитация Энергетика Переносить в виду Да, чтобы все получилось очень вкусно А кроме этого? Кроме этого, мы будем гармонично смешивать продукты И сделаем блюдо Так, какие? Очень вкусные Мы не назовем, какие, да? Котлеты неземные будут И У нас будут блинчики И еще мы сделаем стейки из капусты Здесь все ясно Иду к вам Чем парировать будем? Приготовим Мясные шарики В томатном соусе Со спагетти Хорошо Хорошо Так, на второе блюдо У нас будут Стейки из капусты С соусом Это будет, ну, отдельное блюдо И Приготовим на десерт Смузи Из фруктов с корицей Из фруктов с корицей А я напомню нашим телезрителям Что все рецепты Блюд можно найти В наших аккаунтах В социальных сетях Обязательно заходите Подписывайтесь Народный повар Как же по-другому Ищите рецепты участников А также эксклюзивные выпуски Народного повара В нашей группе В Одноклассниках Объявляем обратный отсчет Чего медлить? Все вместе Три Два Один Поехали! Как вам такое дело, что сегодня капустные стейки против таких же капустных стейков? Ну, интересно, вообще капустный стейк это зимнее блюдо Зимнее? Да, обычно для того, чтобы делать капустный стейк Капусту вымораживают неделю на улице Вот именно в январе Потом ее приносят в холодильник домой Она должна растаять очень медленно Тем самым у нас уходит вся кислота из нее Из капусты она становится опять сладкой Дальше Как будто молодая Нарезают на стейки Прям реально стейки заморожены? А, нет, уже заморожены Хорошо И жарят? И как? Это очень вкусно Что на мясо похоже? На стейки горящие похоже? На мясо не похоже А, ну что? Слово Похоже на Не стейк На жареную капусту Да, гнезды Просто на жареную капусту В общем Она имеет свою очень интересную структуру После того, как она была замерзшая А чем можно испортить эти стейки? Можно передержать Передержать можно Она будет как туш на капусту Все, она будет очень мягкая Все Тогда она не годится Она должна быть аль денте Аль денте Как макароны Конечно 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 Ведь макароны Это одно из самых Любимых и универсальных Блюд в мире И про них я знаю Абсолютно все Хотя вот люди Часто думают Что настоящие макароны Производят только в Италии Но нет Макароны Пастараль Кладезь Аминокислот Витамины Минеральных веществ У них к тому же И низкий гликемический индекс А это значит Что заряд энергии И чувство сытости На долгое время Вам обеспечены Обязательно попробуйте Макароны изделия Торговой марки Пастараль И они станут Настоящим открытием Для вас и ваших близких Больше знаешь Что интересует Давай с Светланой спросим А что Ей сегодня говорит Луна Что там Луна сегодня говорит Что там Что там Луна Луна говорит Сейчас очень прекрасная Атмосфера Для какого-то планирования Предпринимания Каких-то действий В сторону мечт Ну так победу Оно вам там подсказывает Мы с Егором Уже приготовили наряды На следующий выпуск Это будет очень концептуально Вам понравится Подождите А он будет Ну конечно И вы там будете Это Луна сказала Естественно У меня же еще много идей Герман Мы еще не все реализовали У нас еще сегодня сюрприз Будет об этом попозже Егор Вопрос к вам Мы нашли информацию Что вы выросли В семье В семье Где бабушка Клубничный барон Так и есть Да Это как Наша бабуля Собирала с 15 соток По 300 ведер За сезон Клубники Так вы не в курсе Что у меня бабушка Была вишневым бароном И она делала Разные Всякие вещи Из вишен И вишневка В том числе А у меня бабушка Бурки шила Я выросла просто На вишневке Что делала? Бурки шила Бурки Знаешь эти Из войлока совсем А у вас бабушки Что делали? А у меня бабушка Воспитывала 9 детей Одна Да Поэтому Никогда не работала И не умела Ни читать Ни писать Но очень любила Играть в карты И классно считала деньги Вот оно что Молодец бабушка Молодец бабушка У меня бабушка Была технологом На молочном заводе И делала вкусное мороженое Поэтому ты такой кругленький Да Вот к слову О мороженом Да, Антон? Да, да Ты знаешь, что Вот это лето Обещают очень-очень Жарким А я знаю Как охладиться Да еще и без вреда Для фигуры С моей любимой Бабушкиной Крымкой У них есть мороженое Без добавления сахара Которое станет Полезным лакомством Для всех сладкоежек Составит только молоко Сливки Натуральный подсластитель И вкус летний Это земляничка Ваниль Персик В общем Эти вкусы Не оставят равнодушными Ни взрослых Ни детей Я напомню зрителям Что вы владельцы Агроусадьбы Так В где В деревне Симоньки Симоньки Витебской области Витебская область Масштабы растут Мне сказали Что у вас появился Еще один домик Между прочим Да Что в этом домике Что вы воплотили Какие идеи в этом домике Вам что мало Мало Вы когда ругаетесь По разным Расходитесь Просто Мы не ругались Должны все быть в пределе Правильно Тоже вариант Так вот Ну второй домик Туда мы первыми заехали Жить пчелы Дикие? Нет Кстати Сорт Как он называется? Бакфаст Сорт Сорт пчел Да Которые не кусаются И очень дружелюбные И что за домик так? Ну-ка Ну-ка Домик Домик 33 года выпуска Да В доме не жили 20 лет люди Мы когда туда приехали Просто влюбились В русскую печь Она огромная С лежаком Вот как в детстве у бабушки Печь И которая действует Которая работает И несмотря на то Что там 20 лет Никто не жил Мы Попробовали Затопили И решили Все Надо брать Потом был аукцион Отлично Потом был аукцион И это отлично И это тоже отлично И И И по чем взяли? За одну базу И вы планируете что? Или уже сделали? Уже Мы Подготавливаем участок Уже садим Яблоневый сад А все таки сады начали Да И сад Обязательно сад Соответственно Ну чтобы пчелам было комфортно Ну понятно Да Яблоневый сад Это будет не просто сад Да Сад мы хотим сделать Именной сад Чтобы каждый мог приехать Аллея Ну понимаете Чтобы каждый мог приехать И посадить свое дерево Свое дерево Мы обязательно его подпишем Что вот Вот вы приехали к нам Посадили там Яблоню белый налив Да И все Вы уехали Вы знаете Вот вы выполнили Свою миссию в жизни Вы посадили дерево Вы растили ребенка И Вы находитесь у себя дома И можете контролировать Как ваше дерево растет Вы захотели В июле приехать Посмотреть там Есть ли первые плоды Мы всегда рады вам Вы можете приехать Да И встретить вас Молодцы И можете собрать Урожай Молодцы 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 Мы еще в зачатке Но мы Стремимся Хотим сделать такой флэшмоб Нет Почему Интересная идея Во-первых Яблоневый сад Очень красиво цветет Ну это не секрет И Очень завораживающее зрелище Но и больше Что это полезно пчелам Ну пчелам полезно Но тогда есть нюанс Тогда вы никогда Не заведете коз Вот А смотрите Мы под сад Неправильно Мы под сад Взяли отдельный участок К этому дому А то есть Территория для коз У нас это все Рассматривается обязательно Так Это очень важная информация Чуть позже мы ее продолжим А я пока сообщаю Что первые 15 минут программы Вот так вот быстро И стекли Буквально коротенькая реклама И мы снова в деле Время диктует новые правила И мы не остались в стороне Мороженое с пониженной калорийностью И без добавления сахара Со вкусами земляники, персика и ванили Не оставит равнодушными Как детей, так и взрослых Бабушкина крынка Время выбирать лучшее Народный повар Наши участники уже готовы Показать свое мастерство И умение справляться С кулинарными вызовами Вы смотрите самое острое Жгучее шоу на ЛНТ Народный повар Юлия, так, что мы закончили Отдельный сад Для гостей Отдельно для пчел Да, и для коз Обязательно Уже какое-то свое Ну, то есть В этом мире? Направление Рабочий день 24 на 7 Получается Нет времени скучать У вас? Да А я вообще хочу отдыхать У меня уже ранняя пенсия Я уже ушел на пенсию Что? Ну вот здесь дорабатываю и все А как же пятый сезон? А, точно, пятый сезон Кстати, друзья Оставляйте нам заявки Обязательно На электронный адрес Поварсобака.онт.by Будет пятый сезон Ждем тебя Наш народный повар И только потом на пенсию А потом и на пенсию Пора Вот ты даешь Светлана Вы вообще Насколько часто Даете вот мастер-классы? Сейчас это очень популярно И когда я пришла к вам первый раз Как раз мы создали буткемп Буткемп Где я использовала Самые трендовые техники Для создания интерьерных работ Вот у нашей гости Пример Созданный на мастер-классе В музее Максима Богдановича Я открыла буткемп И музеи стали приглашать меня к себе То есть несколько музеев Пригласили меня давать мастер-класс Именно на их базе Егор Вопрос к вам теперь Скажем так Мужчине порой с одной невестой Справиться невозможно А у вас их тысячи Как вам удается найти подход? Или вы совсем соглашаетесь? Нужно ли быть тонким психологом? Навязываете ли вы им свое мнение? Были ли конфликты? Герман, мы очень любим наших гостей И делаем все возможное Чтобы они получили То самое неповторимое платье А был ли какой-то запрос Какой-то запрос Необычный к вам? На самом деле запрос Каждая гостья Она Со своим особым пожеланием И видением Того самого платья Потому что Я не хотел бы Чтобы меня ассоциировали Только со свадебными платьями Коих у нас много Но мы шьем И вечер У нас коктейльные платья Сценические наряды Вот кому вы шили Сценические наряды? Мы знаем, что Мисс Беларусь Правильно? Да Это знаем Кому еще? Алена Ланская Алена Ланская Носит Вот, знаем В наших нарядах Выступает Виктория Олежка Виктория Олежка Кстати Она сегодня у нас тоже будет Подарком для наших телезрителей Так, ребят Иду к вам Да-да Ох, какие красивые Красота Кренделики Самому нравится Вообще, кстати Симпатичные очень Как вы Знаете, как в ресторане Маленькая порция стоит Неправда Так, не защищайтесь Нет такого Нет такого Кстати Готовить на домашней кухне И при этом И ощущать себя шефом Все очень просто Нужно просто Использовать Многофункциональную Технику Гейфест Европейское качество Надежный производитель Которому доверяют Потребители Более 70 лет Широкая модельная линейка Да? Да И что? Доступная цена И качество А вот вдохновение Это дело техники Я недавно сделал кусочек грудинки Это просто Кстати, Антон Сало Откуда пошла практика? Вообще, смотри Когда засаливают Это Относить Про предков Это был единственный способ Сохранить Сохранить И рецепт Правильно И оставляем Там где-нибудь в подвале На две недели Две недели Зачем так долго? Удываются все микробы Далее мы его достаем Дальше Снимаем соль уже Ну там уже можно Сняли Ее поскрипти Марли завязали И повесили В сухое место Вот Русская печь Идеально Вот там Держаночка Повесили А жителям квартир Что делать? Жителям квартир На балконе? Нет На балконе очень сыро А самое главное Как выбрать мясо? Мясо выбрать Душой Не глазами? И глазами И душой На самом деле Мясо свежим Это очень важно Мясо было свежее Не какое там Замороженное Перемороженное Там еще с ним что-то Мясо свежее То бишь мы идем За мясом К фермерам Слушай А я все-таки добавлю Можно не только к фермерам Давай Потому что я кстати Недавно Попробовал полинвичку Если не ошибаюсь Называется баварская Гродненский По-моему Гродненский мясокомбинат У нее Вот реально Необычный Приятный вкус Вот за счет Карамелизированного Такой смеси Куда тоже добавляют Пряные специи Там есть Очень интересный вкус Рекомендую попробовать Вот рекомендую Но твой рецепт тоже хороший Тоже хороший Класс А еще я рекомендую Немножечко расслабиться Заварить чашечку кофе Или например Потанцевать Вместе с нашими Уважаемыми экспертами Надеюсь С удовольствием У нас в гостях Участница Х-фактор Беларусь И залетай в тренды Марина Барановская Свет летящего к тебе Такси Меня так сильно Ослепил А может это лишь Твой взгляд Загружил Ты покривче снова Обними И этой ночью Укради Мое ты сердце Укради Забери Give me Give me Give me Give me Love Поцелуй меня Вместо Тысячи Слав Give me Give me Give me Fly Ты никогда Меня не отпускай Мочь И я запомню Поцелуй Что ты дарил мне Поутру Я без тебя Жить не смогу Не смогу Нам С тобой нам Некуда Спешить Тобой Одним Хочу Лежить Растопишь Миллион Ильдин Мой Кумир Give me Give me Give me Give me Поцелуй Меня Вместо Тысячи Слав Give me Give me Give me Ты никогда Меня не отпускай Give me Give me Give me Give me Love Поцелуй Меня Вместо Тысячи Слав Give me Give me Give me Give me Give me Тысячи Ты никогда Меня не отпускай Поцелуй Поцелуй Меня Вместо Тысячи Слав Give me Give me Меня Не отпускай Ты никогда Меня не отпускай Марина Марина Барановская Да, но я сообщаю о том, что вторые 15 минут программы вот так вот быстро, но истекли. Сейчас коротенькая пауза, а потом снова возвращаетесь к нам на кухню. Сегодня напоминаю, битва за полуфинал. Открой для себя новое звучание привычных блюд. Это музыка твоего настроения. Одним движением руки переключаем мелодию и радуем тех, кто рядом. Гефест. Вдохновение. Дело техники. Мы создаем бурю вкусов, не боимся экспериментов и учим вас, именно вас, готовить блюда, которые магнитом притягивают всю семью на домашнюю кухню. Это самое непредсказуемое, жаркое и захватывающее кулинарное шоу «Народный повар». Ашхен, ну поделитесь. Герман. Как вам наша звездная, уже теперь ваша звездная жизнь? Семья. Ну-ка. Отлично. Мне все нравится на самом деле. Что поменялось? После «Народного повара» меня пригласили на кастинг, который я прошла. Сейчас веду рубрику и я бы сказала, по творческой части в корне все изменилось. А в жизни как? Говорят, на телевидение очень сложно попасть. Да? Да. Непонятно. Ну как-то посчастливилось. Очень сложно. А вы как-то быстро попали на телевидение. Наверное, «Народный повар» тому поспособствовал. То есть участие и как-то вот… Угу. Заметили. Все-таки, да, профессионалы видят, наверное, заметили. А как тебе съемочный процесс? Это ведь скучно. Это ведь как-то надо все… Как тебе к этому относишься? Для тебя это привычно уже стало или нет? Для меня это привычно и мне это нравится на самом деле. Несмотря на то, что ты, да, в процессе или ближе к концу встаешь, но мне нравится. Наверное, потому что я творческий… Вам нравится, а зрителю нравится? Я надеюсь, что да, и зрителю нравится. Ну хорошо. Помимо того, что нужно готовить, нужно еще как-то комментировать это, удивлять зрителя. То есть шутки шутить. Как-то вот… Вы над этим как-то работали? Актерские вот эти вот сценические вещи вот эти. Как-то вы работали над этим? Да, работала. Но это лично как-то я… То есть я обращалась и к профессионалам за советами. А курсы какие-то вы заканчивали? Да, были и курсы. Но я вам скажу так. Для всего нужен опыт. То есть какие бы курсы ты ни закончил, что бы ты ни делал, изначально это было волнение. То есть это, мне кажется, даже на камеру было видно. Первые рубрики до сих пор я не могу пересматривать, потому что неловко самой от своей подачи информации. Ага, хорошо. А вот узнают уже где-нибудь? Ну так вот взглядом, не знаю, или спрашивают что-нибудь. Да, узнают. И самое интересное то, что бывает, ты стоишь на кассе где-то в магазине и подходит, ой, там у вас такой рецептик был, мы забыли, что нужно добавить, подскажите. Или у супруга спрашивают, передают. В общем, больше по кулинарии. Ой, как мне это знакомо, в одном из супермаркетов, где я живу, тоже кассир, очень доброжелательная женщина, у нас тоже подходит, говорит, приготовила своему мужу сырники, как вы холостяцкие готовили. Ой, доволен, доволен, господи, готовим постоянно. Ой, кстати, привет. Каждый раз мы здороваемся, да. И спрашивают. Асхен, как дела у супруга? Как Гарик поживает? Что нового у вас интересного? У Гарика все стабильно, он стоматолог, лечит зубы, но при этом мы не перестаем каждый вечер на ужин готовить что-то новенькое. Совершенствоваться чуть-чуть. Обязательно, да, это самое интересное. Глядишь, и в пятый сезон придете? Возможно, все возможно, посмотрим. Да, кстати, вы туда не победили, заняли второе место. Было обидно? Честно. Я не могу сказать, что обидно, у нас были достойные соперники, но каждый, как и каждый из нас, все-таки где-то в глубине души ты считаешь, что все равно лучше. Хотелось бы главный приз забрать, да? Нет. Не из-за приза? Нет, конечно, нет. Дело вовсе не в приза. Один я такой алчный. Ну, ладно. Хорошо. Ну, несмотря на то, что победу вы уступили подругам из Кобринского района, Людмила и Нина, кстати, привет вам, дайте поблагодарить, мы вас помним. Привет, друзья. Да, да, да. Шеф-ужин выхватили именно вы. Да. С Гарикой. Ну, это было замечательное событие, очень колоритное и интересное. Это какой-то новый формат для нас был. И Антон Каленик его провел на таком уровне, что мы действительно в этот вечер были звезды. Класс. В его заведении организовано все им было, его командой, но это было настолько масштабно и красиво, что да, мы почувствовали, что тут мы супер гости. Мэтр поделился своей славой немножко. Я дал ей все отдал, отдал всю славу. Так хорошо. А блюда? Кто? Антон сам руководил, выбирал блюда? Нет, мы делали все вместе. Все вместе. Что вы делали? Вы зашли на кухню туда к Антону, правильно? Да. Мы за кулисью видели у Антона, коллеги, к кухне. Да, мы были, что там за кулисью. Экскурсию провел. Да, обязательно. Мы готовили долму. Долму и сделали рулет. Из долмы? Нет, это отдельно. Из винограда. На десерт мы подавали рулет. Долма из виноградных листиков, все было заготовлено заранее, все очень красиво. В общем, не передать словами. Листья ваши? Насколько профессионально все было. Листья ваши? Антон Коленик все приготовил. Все его листья? Нас встретил как положено, да. Листья блюда. Да, я понял. Хорошо. А между тем временем времени и не осталось, потому что это время, оно течет и меняется. Поэтому что? Обратный отчет срочно. И три, два, один. Игорь! Стоп! Ну что, кто же победит сегодня, а кто на грани провала? Узнаем после рекламы. Время диктует новые правила. И мы не остались в стороне. Мороженое с пониженной калорийностью и без добавления сахара, со вкусами земляники, персика и ванили не оставит равнодушными как детей, так и взрослых. Бабушкина крынка. Время выбирать лучшее. Пикантные вкусы, изысканные ароматы и все это в атмосфере домашнего тепла и уюта. Это мы. Вы смотрите семейное кулинарное шоу «Народный повар». Итак, блюдо первой команды уже на столе у экспертов. Ну, собственно говоря, дегустируем. Приятного аппетита. Погнать, пробуем. И смотрите, какие огромные корзины хлеба на столе у экспертов. С какой заботой относится наш партнер программы, производитель хлебопулочных и кондитерских изделий компания «Домачай». Вся продукция готовится по проверенной рецептуре. Используется только натуральное сырье с белорусских полей. А любителям чего-нибудь сладенького есть прянички, печенье, торты и даже итальянские торали и гриссини. Компания «Домачай» с заботой и теплом о каждом покупателе. Гробовая тишина в студии – это, наверное, самые длительные минуты, которые были в моей жизни за последний год. И они жуют, и никто ничего не говорит, и они опять жуют, и опять ничего не говорят. Страшное волнение, но, наверное, большее было волнение в предыдущей передаче, чем сегодня. Сегодня уже, ну, как бы, меня уже радовало, что мы тут находимся, мы уже больше получаем удовольствие от процесса. Пауза, пауза из жизни, ее как будто нет. И ты понимаешь, что ты здесь, но ты ничего не можешь уже исправить. И вот это состояние такое, состояние безысходности, ну, как есть. Ну что ж, эксперты готовы. Пожалуйста, Андрей Абрамов. Не зря я сказал, что будет батл стейков из капусты, потому что, вот, в данном случае у ребят, у Саши и у Юлии, вот, с внешнего вида, как поставили на стол, мне он сразу очень понравился. Знаете, вот это блюдо, у которого вид, который хочется съесть. Ну и, соответственно, когда уже пробуешь его, отличная структура, хрустит. Можно отдельно, соус удался на все 150 процентов. Вот. Ну, прям очень и очень по душе. И по вкусу, и эстетически все здорово. Значит, пробежал я специально горячее. Дальше смузи тоже, на мой взгляд, удался тоже на все 150 процентов. Прямо смузи, вот, как я это представляю, и вкус не слишком сладкий. Вот. Чувствуется тоже структура такая, взбит правильно. Вот. Все-все-все у него как положено. Вот говорю о всем этом, а сам до сих пор думаю про горячее. Потому что вот там что-то вы намудрили. Тевтели пересолили. Соус, который у вас томатный. Я вообще, честно говоря, не понял, что за вкус. А вкупе с переваренными макаронами в итоге получилось как-то больше вопросов, не то чтобы даже чем ответов, чем желания съесть. Вот. Поэтому горячим вы себе немножечко имидж подпортили. У меня все. Спасибо. Ну, что ж, да, спасибо. Спасибо, Андрей. Ашлен, как вам? Что касается стейка из капусты, ну, для начала скажу, что это для меня совершенно новое блюдо. Возможно, оно простое, но я такое никогда не готовила. Вот взяла себе на заметку. Это действительно красиво, вкусно. Очень вкусный соус. Я заметила, как участница нарезала зелень очень меленько, что очень важно в соусе. Блюдо действительно вкусное. Тут придраться не к чему. Спагетти. Тевтели, да, слегка пересолены. Есть такое. По томатному соусу, да, это соус томатный. Но у меня вопросов нет, мне понравилось. А спагетти слегка пересолено, переварено, да. Смузи очень понравилось, очень. Здесь тоже очень все вкусно, не сильно сладко. То есть, в целом, мне действительно все понравилось. Спасибо. Спасибо. Улыбочка немного такая смехитненькая. Чуть-чуть, чуть-чуть, вот буквально аль денте. Пожалуйста, Антон. Итак, Александр и Юлия. Смузи. Он хорош. Лимон, возможно, здесь даже лишний, но как для декора, в жаркую погоду его, если немножко охладить, то будет все хорошо с ним. Ладно, стейк из капусты. Сам стейк хорош. Сама капусту ее чуть-чуть передержали, но не сильно, не критично. Она аль денте, все хорошо. Соус приятный, но чеснока многовато. Он забивает вкус. А хочется же, чтобы у тебя по вкусу была капуста. Ведь она же имеет свой такой яркий вкус. Он может быть разнообразным. И травы добавили в соус. А остается вкус чеснока. И он такой достаточно сильный. Он прям забивает все. По поводу ваших тефтелей, да, они очень пересолены. Очень. Паста переварена. И к томатному соусу, наверное, сыр адегейский – это не совсем то, что нужно. Сыр адегейский – это тот сыр, который наши мамы пьют просто его и кушают с чаем. И с вареньем. И с вареньем, да. А правильно его жарить на гриле и подавать его там с вареньем. У вас для этого было все. Был сыр, были ягоды, фрукты. Можно было сделать какое-то варенье, его пожарить на сковороде. И тем самым себе ставить время на митболы, да. И к ним лучше подойти. Ну, что есть, то есть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо экспертам. Что же они скажут по поводу блю второй команды – это вообще никому неизвестно. Мне кажется, порой даже им самим неизвестно. Узнаем после короткой паузы. Субтитры подогнал «Симон» Народный повар В воскресенье телеканал ОНТ – вкуснейший семейный завтрак. А в телевизоре кто? Правильно. Мы – шоу «Народный повар». Егор, Светлана, ну все, волнение прочь. Не добавить, не отнять, не посолить, не поперчить. Но мы очень волнуемся. Но все волнуются. А, нет, как все. Но в этот раз мы пробовали. Уже пробовали? Да. Серьезно? Просто божественно. А я напомню нашим телезрителям, что все рецепты блюд можно найти в наших аккаунтах, в социальных сетях. Обязательно заходите, подписывайтесь. Народный повар, как же по-другому. Ищите рецепты участников, а также эксклюзивные выпуски «Народного повара» в нашей группе «Водноклассниках». Вообще, действительно, очень волнительно стоять в качестве участника и наблюдать за самим фактом дегустации, потому что до последнего ты ждешь победы, ты ждешь высокой оценки. И мне казалось, что судьям тоже очень нравится, потому что это было на самом деле наслаждение какое-то. Я, ну, видела, как они реагируют. В прошлый раз я смотрела уже в эфире, и я была спокойна, я была очень спокойна за вкусы. Мне в какой-то момент показалось, что наш шеф-повар сказал, нужно попросить рецепт. Почему-то вот я услышал это. Ну что ж, предлагаю не томить ни жюри, ни вас. Приступим к обсуждению. Андрей Абрамов. Прежде чем Светлана и Егор сказать свое мнение, я хотел уточнить, что за задумка блюда, у которого два гарнира. Потому что капуста довольно специфический такой гарнир. Я редко его использую, поэтому я предложила макароны. То есть, кто вообще не ест капусту, то можно с этим соусом, котлетным, макароны, спагетти. Гарнир на выбор. Насколько вы сами думаете, это, скажем так, приземленное блюдо по поводу, как оно выглядит, по поводу эстетики? Красивая капуста, и котлеты божественные. И спагетти тоже. Понятно. И ваше странное мнение. Мое странное мнение, ну пускай оно будет странным, но во всяком случае, эстетически, это как раз из того разряда, который вообще не понимаешь, что это. То есть, два гарнира к одним котлеткам, вот. Ну то есть, эстетически мимо. А какой вам понравился больше гарнир? Секундочку. Не получилось. Да, мы творческие люди, вы художница, поэтому я же не просто так это спрашиваю. Вдруг вы что-то так обоснуете? Конечно, интересная коллаборация. Мне хотелось бы попробовать макароны, я никогда не совмещала с капустой. С печеной. Почти, почти. Да, почти, потому что в лазанье тоже разные. В смысле, почти получилось уговорить его? А, да, да, да. Ну, смотрите, лазанье, там же тоже идёт такое тесто, и капуста, и это получается как лазанье с капустой и с мясом. Я делала такое недавно, и когда сразу у вас был список из продуктов, где нужно было и макароны использовать, и капусту, то есть сразу пришла такая идея. Так вот, то, что эстетически не подошло, для меня лично, оно вдвойне обидно. Почему? Потому что по вкусу-то всё хорошо. Причём и одно, и второе, и третье. Вы понимаете? Вот в чём зерно хранится. И поэтому, если вы это блюдо либо разделите, либо на разные блюда, или как-то по-другому обыграете, дадите ему эстетики, то оно имеет место быть. И котлетки, в меру они жирные, прямо вот на грани, и вот специи все сыграли. Этот соус я обыгрывал томатный, сверху отдельно кушал, тоже всё замечательно. И стейк аль денте, капусточка, тоже очень получился интересный. Некрасивый, но очень интересный. И ваша нотка, которую вы придали макаронам, очень ровный, тонкий вкус, он тоже сюда подходит. Ровно примерно то же самое с блинчиками. Внешнего вида нет. Даже как порезан банан, мне не понравилось. Он, ну, слишком тонко, ну, чуть-чуть потолще порежьте, ну, вообще. Но при этом, из-за того, что много яблок там, из-за того, что много яблок, а мне яблочки нравятся, и вот как они там, уровень их приготовления, то же самое мне там зашёл. Поэтому, если закрыть глаза вот так вот, и просто кушать, это нормально. Это хорошо, это вкусно, но смотреть на это нельзя. И так втройне обидно, что вы творческие люди. Знаете, да, благодарю. Наверное, в прошлый раз была больше эстетика, в этот раз уже такая душевность, и поэтому всё как дома, как мама делает, как бабушка. Принимается, спасибо, Андрей. Спасибо большое. Ашхен, слушаем вас. Стейк приготовили обе команды, и в обоих случаях он вкусный. Только в одном случае там был соус, что дополнило по вкусу, мне понравилось. А в другом его не было, и мне показалось, что чего-то недостаёт. Но попробовав капусту с котлетой, я поняла, что всего достаточно и очень вкусно вместе. Спасибо большое. Там всего достаточно, всего хватает. Что касается блинчиков, здесь они с яблоком, и всё учтено. То есть, мне кажется, сахара тоже вы немного добавляли, они не сладкие. Банан и сметана, да? Здесь сметана. Сметановый соус мы сделали. Сметановый соус. Ну, они дополнили, собственно, блинчики по вкусу. Банан, мне кажется, всё-таки тоненько нарезан, более гармонично, нет, дополняет. Вот, у меня в два раза тоньше было, чем у вас. Я даже один наставил, посмотри. Ну, ты такие слайцы, слайцы от кутерье. Сразу я бы вам свою тарелку... Слайцы от кутерье. Бананы нарезал кутерье, поэтому это всё. Аргументом больше всего. В следующий раз потолще. Да. Мне понравилось всё. Спасибо. Всего достаточно. Пожалуйста, Антон, что вы там показывали вот оттуда, издалека постоянно? Листим бананом побольше. Дайте ему вообще банан целиком, пускай съест. Ладно. Слава, Егор. Должна ещё начать, не знаю. Неземные котлеты. Сам фарш сделан хорошо. Вкус хорош. Зачем вот там убили адыгейский сыр? Ну, непонятно. Да, это же сыр адыгейский, да? Конечно. Да. Он чуть имеет другое предназначение просто. У него вкус другой должен быть. Его там мясным соком заглушило, и его сейчас нет во вкусе вообще. Что он там есть, что его нет, он сейчас не чувствуется. Он очень нежный сам себе. Но лук не дожарили. Где? В котлетах есть лук. Он такой, он твёрдый, такой прям, ну не то, что сырой, да, но он такой плотный, он ощущается, и вкус лука в нём есть. Герман бы оценил точно. Я прям чувствую, ты сейчас говоришь об этом. Да, и вот вы намазали просто их томатным соусом, ну, томатной пастой, просто намазали котлеты. Ну, вы сами пробите. Понимаете, паста – это такая штука, которая концентрированная. Её выпаривали, и случилась паста. Это не просто помидор перебили, и он стал, да, не бывает таких густых помидор. Его выпаривали, он стал очень ярким на вкус. И он кисловат. Ну, сам паста, наверное, сам кислый, просто сам томат. Вы хотя бы в него чуть-чуть сахара добавьте, а лучше сделайте из этого соус. Вот если ты снимаешь пасту томатную, убираешь лук, если ты его видишь, да, то котлета – класс. А этим всем сверху вы просто её начинали убивать. Это очень обидно, потому что у вас есть вкус точно. Но зачем так, я не понимаю. По капусте всё хорошо. Она и аль денте, и жуётся, и вкус у неё такой шикарный, и перчик тут играет хорошо. Мне очень понравилось. Макароны. Их тоже можно было, как вариант, в этом соусе томатном сделать, да, чтобы они не были вот такой просто вот кучкой, которая ещё слиплась. Ну, странно. Ведь по вкусу видно, что вы можете. Может быть, нервы, волнения, я не знаю. Дальше ваши блинчики. Со вкусом всё хорошо, да, но как совет, да, вы добавили в них муки, чтобы они у вас не всплывались, да, но когда вы начали жарить, яблоки выделяют свой сок, и мука это всё впитывает. Стоит с таким жидким тестом, и оно до момента, пока не выпарится этот сок яблочный, да, оно остаётся сырым. У нас внутри они сырые. Если вы хотите сделать дома вот такие блинчики, да, то не мука должна быть там, либо крахмал, либо вообще в идеале суперидеальное средство, как то, что используют для шарлоток и для рулетов яблочных. Это сухари панировочные. Вы сухари насыпьте, вот ваши яблоки уже натертые, перемешайте и пожарьте. Сухари впитают в себя весь сок, у вас будет плотно такая, ну, такая, будет вкусный блинчик. Просто здесь тоже есть вкус. И соус вкусный, и сметаны, и бананчики подходят. Но вот чуть-чуть, вот маленькая ошибка, которая всё положила. Это в пятом сезоне, тут просто ни крахмала, ни сухари. Нет, просто изначально. Если вы видите, что у вас этого нет, то зачем делать это блюдо? Ведь можно было, ну, другое, что сделать. Смотрите, блинчики мне показались божественными, мы даже с Егором доели. Да, я тоже съел два, но поймите, они вкусные, они очень вкусные. Я просто плотно не люблю, поэтому я такие хотела поменьше. Да, но знаете, что внутри в них сырое тесто. А мы посмотрим то самое дефиле, о котором рассказали наши уважаемые участники. Но всё это будет в сопровождении, конечно же, кого? Потрясающей артистке, заслуженной артистке Республики Беларусь Виктории Олешко. Я идеала себе не искала, но знаю, ты такой один. И для тебя самой лучшей встала, мой самый лучший из мужчин. Ты закружил меня надеждою, в твоих обрятиях таю я. Я никогда не буду прежнюю, теперь я милая твоя. Милая, милая, от этих слов поет душа моя. И за тобой идти счастливая, готовая на край земли. Милая, милая, не словно в добром кинофильме мы. Ты мой герой, а я красивая в красивом фильме о любви. Наши любви мы уже не скрываем, и жизнь моя тобой полна. Мужем тебя я своим называю, а я любимая жена. Пусть время сохранит нас нежными, и остановится земля. Я никогда не буду прежнюю, теперь я милая твоя. Милая, милая, от этих слов поет душа моя. И за тобой идти счастливая, готовая на край земли. Милая, милая, не словно в добром кинофильме мы. Ты мой герой, а я красивая в красивом фильме о любви. Милая, милая, от этих слов поет душа моя. И за тобой идти счастливая, готовая на край земли. Милая, милая, не словно в добром кинофильме мы. Ты мой герой, а я красивая в красивом фильме о любви. Милая, милая, от этих слов поет душа моя. И за тобой идти счастливая, готовая на край земли. Милая, милая, не словно в добром кинофильме мы. Ты мой герой, а я красивая в красивом фильме о любви. Ты мой герой, а я красивая в красивом фильме о любви. Очень красиво, очень заслуженно артистка Республики Беларусь Виктория Олешко. И потрясающее платье от Егора Кириченко с таким чудесным художественным видением нашего участницы Светлана Воробей. Пусть эти бурные аплодисменты звучат в адрес тех, чьи имена в этом конверте. Итак, в полуфинал нашего невероятного шоу проходят наверняка невероятные участники. И это Александр и Юлия! Светлана, Егор! Ну вообще вы крутые, вы сами об этом прекрасно все знаете, доказывать никому ничего не надо, просто научитесь готовить. На самом деле вы сделали этот эфир и вообще свое участие необычным. Вот необычным и никто так уже больше не сможет в четвертом сезоне. Приходите в пятый. Спасибо огромное за участие. Ну что, я вас поздравляю. Вы-то прямо первые три секунды вы не понимали, что это про вас, да? Нет. Правильно. Мыли это. Но главное, что живые эмоции, это круто, классно. Но главное, что в полуфинале вас ждут два блюда, которые выбрал шеф Антон Коленик. Да. И сейчас вам нужно определить, что это за блюдо. Собственно говоря, выбора не осталось. Последний конверт. На амбразуру супругу отправил. Блюдо номер один. Мочанка с блинами на кефире. Ох, это, наверное, вам знакомо. А вот блюдо номер два. Это димухауцы с клюквенным соусом. Ну, это димухауцы. И это блюдо вашего региона, кстати. Вам повезло. Это грибы? Одуванчики димухауцы. Одуванчики, правильно. Из чего состоят димухауцы? Самый важный компонент – это творог. Его нужно жарить. А почему димухауцы тогда? Ну, мы не знаем. Почему димухауцы? Очень воздушное. Воздушное, точно. Воздушное. Первое блюдо для меня знакомо. Я его люблю. И, в принципе, я, наверное, всю свою семью на него подсадил. Когда-то один раз попробовав, оно мне понравилось. А вот второе блюдо, десерт, я никогда не слышала. Клюквенный соус я никогда не делала. Абсолютно никогда. Поэтому тут сложности и в голове уже масса вариантов. И вот они, эти прекрасные подарки. Самая вкусная молочная продукция от бабушкиной кренки. Подарки от бренда белорусской техники «Гефест». И техника для кухни от любимого телеканала ОНТ. Аплодисменты всем участникам. Аплодисменты вам, дорогой зритель, что смотрел нас. Любим тебя. Всегда будем скучать. До новых встреч. Это было самое вкусное семейное шоу на ОНТ. Народный повар. Я Герман Титов, Антон Коленик, Ашкент, Андрей Абрамов. Да, все, пока. Увидимся. У меня до сих пор здесь где-то что-то трясется. Я не знаю, что там трясется, но что-то там калашматится. Нет, мы не рассчитывали, что мы пройдем дальше, честно. Вот у нас не было этого, поэтому я не знаю. Я не могу ничем сравнить то, что я сейчас чувствую. Хочется побеждать. И в то же время теперь это новая возможность для того, чтобы больше отточить кулинарное мастерство дома. И, конечно, так немножко грустно. Не грустно, что уже заканчивается этот проект для нашей команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова